рога цикла кольку но ирия рот то лавит и наведите вакуру при успока то львитро сад и агенте ки ветру нам его найди лаки лорчик прости 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 забыла снять рецепт приготовления рыбки носу такие замороженные стейки рыбы мы их чуть-чуть разморозили естественно вложили на противень в эту рыбу мы добавляем ингредиенты которые нам нравятся вчера у нас был сверху порезанный лимон свежий помидор петрушка черный перец оливковое масло и лимонный сок это было вчера сегодня у нас белое сухое вино каперсы петрушка оливковое масло соль перец все в духовке она стоит на 190 градусов где-то минут 10-12 по рыбе по ней сразу видно когда видите она такая она меняет свою структуру и она готова и она стоит в это юшечка она получается не сухая не мягкая в общем самый самый раз поэтому поэтому следующий раз сниму приготовление не успела просто сегодня опять же мороженое все прочее а здесь у нас гамбер эти как же не называется я все забываю короче мидии и креветка то же самое сыпем петрушку чеснок на сковородку с растительным маслом все это прогревается засыпается вот эта вся штучка она пускает свою юшечку добавляем белое вино и добавляем здесь мы добавили немножко томата протушили соус готов так 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 сюда не сюда не знаю в общем еще ищу я сам технический магазин называется фидра вызвала лифт вроде бы как сюда но сейчас посмотрим на четвертом этаже кажется странно баты посмотрим что-то мне кажется строение очень маленьким как для такого большого магазина так куда ж тут идти вроде как сюда ага вон куда ножки ведут видите вымырнуйте до фидра пошли пошли посмотрим фабрика цены и дравлики значит фабрика сантехники вот как вы придумали а машиной можно было заявить что заехать с другой стороны а то смотрю такое узенькое здание нифига не понятно а вот она с этой стороны можно было заехать машиной ну ничего так парковочка тут есть посмотрим что есть в этом магазинчике вот-вот-вот мы попали по назначение душевые кабинки у меня каждый кабинки не очень интересует разве что глубокая душевая кабинка если таковая имеется тут можно заказывать под заказ по размер но она будет стоит конечно дороже но посмотрим сейчас найду есть такие вот ванны туалет и беды черный вот мне нравится черный унитаз и черная беда шикарно не знаю почему но мне но мне нравится и вот тут есть черные умывальники интересно сколько она стоит все такое черное приподнятое то есть в стенку белая тоже красиво смотрится смотрите какой шикарный черный умывальник как тут красиво я думаю что эти умывальники не очень удобные да что это за ручеек для чего это умывальнички вот эти какие умывальники цен конечно не вижу кондиционер я работаю на улице опять жара такие квадратные беден и тазы такие да уж цен внимание где ни одной цены для меня так повесили цену и все что они пишут такой шкафчик неплохой ли подумывальник но я же ищу я же ищу то что я еще надо наверное смотреть у них в каталоге шикарная ванна она большая мне такая не встанет вдоль и поперек ой 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 я конечно такого не хочу но посмотрите как прикольно такая лампочка серебряно-золотая тут по моему очень мелкая великое ночное хлюпать а выхлюпает все и вот такое здоровенное зеркало смотрите как красиво смотрится так ну то что я ищу я не нашла надо спрашивать а не в туалет раз мы уже тут посмотрим как у них туалет и сделаю так это частный туалет значит для персонала какая мозаика неплохая так туалет это мужики а это а это бабы и инвалиды ну мы с вами бабы и инвалиды пошли сюда ого здоровенный такой туалет такие здоровые зеркала вот руки так ладно старенькая буду надо будет себе такую ванну купить дверка открывается ты туда заходишь на инвалидское кресло садишься и тебя гидромассажом бьет по всем твоим печеночкам пристарелая и такой как душ так водненько не мата лучше еще очень красивые образцы пола прям шикарные всех цветов короче выбор офигеннейший куча всего но это меня пока не интересует так оказалось лилёчек старомодной в своем выборе то что я ищу уже такого не делают то есть углубленные углубленные такие корыца для душа их уже не делают есть самая глубокая у них 25 сантиметров глубиной поэтому я наверное остановлюсь все таки на какой-то сидячей ванной ну в общем не знаю я уже вообще ничего не знаю давайте я вам покажу просто вид сверху а потом я пойду и поеду домой вот отсюда у нас видно смотрите вот там море вот там море тут все наша промышленная зона это куда мы едем домой вот это там автострада где был мост мы в районе Икеи и вот это вот вот такая красота сверху а мне сейчас пройти по коридорчику зайти вот в соседнее здание и спуститься на лифту вниз а это наша речка Ванюшка которая высохла потому что дождей нет а осенью она наполняется и аж практически до дороги высокой идет вода вот так вот так движуха сегодня есть поехали домой это жарко Танюшка а вот это я показываю тебе ты говоришь ни разу не была в Лерой Мерлен так вот солнце мое вот остановка 63 автобуса где стоит белая машина вот тут у Невро несомненно ты здесь проезжала вот тут вот такой большущий штамп типография тех времен всех времен и народов сейчас Вилюк тут перейдет через дорожку или попытается и ты заходишь сюда и все что твоей душе угодно болтики винтики шпунтики все чего душа пожелаешь сделай сам сделай за себя за меня и за того парня вот видите какой тут штамп стоит огромнейший а тут бар сель сервис он чуть такой неплохой типа нашего ресторана на первом этаже пиццерия здесь тоже неплохо кормят виды лерой мерлин все для сада для огорода тут всякие беседки всякие штучки дрючки ну а в середине сейчас я хочу просто зайти еще глянуть если тут кабинка но я уже один раз смотрела не нашла ну хоть посмотрю еще раз на сидячую ванную посмотрю на размеры кабинка за которую я спросила в фидре была 80 на 80 25 сантиметров глубиной и она стоила 250 евро плюс стекла ну мне кажется со стеклами это будет стоить офигенных денег поэтому сейчас зайдем сюда глянем что есть подешевле и наверное я все таки остановлюсь на сидячей ванной потому что у меня в мою ванну больше ничего не войдет если бы я могла выбирать я взяла вот эту центральную видите? вот эту вот 339 евро она как бассейн круглая внутри здоровая это гад здоровая мне ж такая не поместится у нас больше по-моему в Украине в России больше выбор таких делов а у нас таких нет вот такие есть угловые но они тоже большие они очень много места занимают и вот там видите с гидромассажем она тоже маленькая а вот маленьких нету все большое и что ты будешь делать? нет нет тут классные такие души ну это ж если у кого есть напор воды у меня пока его нет вот если бы напор воды появился то можно было бы взять такой дужки с гидромассажем ну это же опять расход воды сумасшедший у нас в Италии это невыгодно а вот здесь Танюша то что я тебе говорила всякие разные столешницы на любой вкус размер цвет видишь сколько их тут тут и зад мебели короче делай сам если тебе нужна любая конструкция до кухни бортик не бортик чтобы это не было вот это все нужно найти в этом отделе и он не один вот это видишь низ кухни кончание ножки все что угодно и тут дверки какие хочешь и вот сами шкафчики собирай сколько тебе надо столько и собирай в Икее приблизительно то же самое но я сейчас поищу себе маленькую вот такую я себе хочу газ плиту двоечку мне больше не надо сколько она стоит 109 евро а зачем мне больше кто мне больше готовить будет вот так вот смотрите как интересно микроволновка вместе со шкафчиком с мойкой а это для тарелочек уже идет такая манипусенькая кухня шкафчик вытяжка вот так мне нравится чтобы шкафчик с вытяжкой а не вытяжка ну это конечно очень маленькая композиция 219 евро что ли стоит она дороже потому что все части по вот это вот это индукция скорее всего что 50 евро индукция ну я говорю мне вот это вот что-то такое взять за 109 евро и не морочить вот вот в духовке моющие машинки вот машинка маленькая 45 а зачем мне больше хочу маленькую вот тебе маленькая сколько стоит 300 евро чем меньше тем дороже стоит ну и все такую красоту себе взял захотел себе что-то приготовить приготовил не захотел она еще и закрывается оказывается как интересно раз за 30 дней придет вот такая есть мойка глубокая глубокая мойка конечно очень удобно вы видите опять же она без без этого козырька куда моклую посуду ставить 199 евро и тут похоже индукция 229 посмотрю на чем остановиться на индукции или на газу как мы будем где мы будем трубы искать это тоже еще не решили еще не решила уже хожу присматриваюсь нормальная тут вообще у кого кухоньки маленькие видите поперек она узенькая вообще сантиметров тридцать интересно сделаем узенькая узенькая для меня нужен рабочий стол без рабочего стола тоже неплохая композиция если мне поставить барный столик под окно в дубинку засунуть вот это и с этой стороны поставить такую штучку доска красивая круглая шикарный рабочий стол это чего мне всегда на кухне не хватало такого шикарного рабочего стола с такой досточкой которая приклеивается вообще не в жизнь бы не взяла такой цвет под дерево мне не нравится но вот именно сама композиция в общем ребятки вот будем мы еще с вами морочить то что куры несут вот я говорила за вот такую светлую камень только не двойная мойка двойную не надо и можно даже вот такую под камень брать газовую плитку чтобы она была двоечка готовить я никому не собираюсь даже себе с головой бы хватило а вот вытяжка меня раздражает я таких вытяжек не люблю я был морок с такой вытяжкой не для меня не для меня хотя сейчас столько всяких разных кухонь что тебе просто чтоб что-то выбрать это вообще это надо перелистать весь интернет удобный да пуфик такой сел и пьешь кофе не отходят от мойки сразу чашечки сюда закинул а вот почему это такие мойки потому что ты в нее ставишь сразу корыться со своей машинки тут сразу помыл открыл а где ж волос оставили а где ж моечная машинка а вот она раз закинул сорока пяточка и пошел шуровать мыть смотрите зато какие вот эти прибамбасики интересные у меня уже старое это было все для этих приправ снимается все для булона для чашек и тут тоже не плохо да ребятки чувствую выбирать придется долго а тут под металл пальцы не остаются интересно интересное кино без отпечатков не все что серое что стальное оставляет свои отпечатки да ладно поскакала я покупать не покупаю а выбрать все равно не выберу сегодня ребятушки вчера лег на огород не вышло сегодня смотрите что тут у нас есть вот видите вот эти маленькие это датырини вот эти и вот эти это мы уже эриксончику завтра понесем будет она с ними рыбку готовить ой она любит когда у меня датырини когда уже когда уже я говорю да подожди когда же им поспеть да шо ж ты подгоняешь мои помидоры они ж тоже живые им уже надо вырасти а с такой засухой а с такой засухой разве можно а тут я смотрю их еще так вот и сбор урожая начинаю помидоры за утро риксончик будет рада рада радехонька мы уже начинаем помидоры собирать для рыбки видите сколько внизу собрали сейчас наверх пойдем правда при такой погоде все сохнет вот тут арбуз он голубься а тут он залез на бордюр вот сюда видите и сидит на бордюре пусть сидит на бордюре так Танюхин перчик стоит не пропал так воловое сердце есть значит так вот это помидорчик вот это романо вот эти маленькие датырини это воловое сердце будут маяхисты с салатиком так что-то тоже помидор заболел видите ну после дождя земля была сухая так что я их поливаю поливаю тут господи что тут непонятно непонятно что цветов много вот это хоть есть так перчик что-то спекся на солнце есть гляньте гляньте вон он огуречек какой шикарный сейчас я поищу двумя руками есть есть так что сейчас лилек тоже будет салатик себе с огурчиков делать так добавляем пока помидоры ой помидор помидор это роман 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 помидоры тут надо обрывать им все завязи потому что они недоразвитые какие-то стоят так 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 в общем еще огурцы пока ой яйца ягерок что ж тебе круто что с тобой друг мой несчастный кто-то тебе листики покрутил может я туда направить сухо заливаю сейчас все полностью огурята маленькие висят я их вижу я их вижу но их надо залить хорошо сейчас мы это сделаем вот такой первый конкретный урожайчик килограммчика на два раньше собирала поштучно сейчас уже начинается чуть-чуть поболее того у нас сегодня такая вот пасмурная погода но даже я не передаю на завтра опять солнце сейчас чуть-чуть спала жара где-то около 30 градусов давайте вам свою дыню покажу она тут сховалась и балдеет думает что я ее не замечаю то я замечаю замечаю но молчу зукини какие-то в общем что-то им не хватает листья что-то они желтеют влаги скорее всего уже не хватает жара 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 вроде бы и завязей много смотрите сколько их видите а они какие-то ну как недоразвитые чуть-чуть о зато цветы у нас цветут вовсю хоть я их и не поливаю там они за счет своих корней все в голубом цвете все стукает все грубкое вот это вот видите кто не съел его этот хрен кто хоть понадгрызал а вот петрушка петрушка вообще себя отлично чувствует рву ее чем больше рву тем больше она зеленеет а вот дыня в петрушке никак не вырвется видите если там уже дыня есть то тут то тут она ее забила и один куст и второй ну значит не подружились они что сделаешь всем не угодишь всем не угодишь ну это ж у нас так экспериментально поэтому ничего страшного сейчас нарву петрушечки на завтра трава конечно прет среди петрушки в разные стороны куда хочет туда и прет сейчас я подозаливаю луджина обещал траву убрать но пока пока что-то он не сильно не сильно спешит это время у него есть видите сколько этих помидорчиков вот такие все красавчики удалые так все ребятушки на этом я вам все показала сейчас я закончу с поливом тут у меня пасынки уже гнутся ну я их не обрываю что есть то есть чуть чуть позже будут помидоры зато сколько их будет посмотрите ну эти кусты так 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 спереди и сзади и сбоку со всех сторон на пасынках что есть то есть все наше конечно сзади бурьяном зарастает туда я уже не доберусь пусть оно будет так как есть пусть оно будет так как есть